Через полтора месяца в мае в городских парках начнут работать аттракционы. Что нового ждет посетителей Лакреевского леса? Об этом далее. Сейчас в Лакреевском лесу сугробы и немногочисленные гуляющие. Картина изменится в мае, все эти разноцветные конструкции придут в движение. К новому сезону на популярном еще с советского времени аттракционе Юнга обновили то, что специалисты называют пластиком. Это внешняя часть карусели, сиденье, корпус. На очереди солнышко и колокольчик. Продолжится начатое в прошлом году благоустройство парка. Заасфальтируют оставшиеся дорожки, обновят будки операторов каруселей. На все это из бюджета города в этом году парк получит 15 миллионов рублей. Впрочем, главное новшество – новый способ оплаты аттракционов. Теперь не нужно будет за каждым билетом стоять очередь в кассу. Посетители приходят в парк, подходят к кассе, покупают карточку, кладет на нее деньги. И с этой карточкой ходят по парку и катаются на тех аттракционах, которые он выберет. При наличии данной карточки человек может пополнить свой баланс уже не в кассе, а в терминалах. В парке будут установлены два терминала. Вы можете в этих терминалах посмотреть свой баланс, посмотреть историю свою, на чем вы катались, на что тратили деньги. И вернуть деньги, если вам необходимо. Планируется, что электронная билетная система заработает с июня. Директор подчеркивает, такая схема вводится исключительно для удобства горожан. И сам вход в парк останется бесплатным. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин. Республика. Редактор субтитров А.Семкин